Пенсионная реформа. Трудовой возраст повысит до 70 лет, а льготы отберут. Экономика. Пенсионная система. 20 августа. 7.53. Пенсионная реформа. Трудовой возраст повысит до 70 лет, а льготы отберут до конца года. Расходы на пенсии сократят на 16 миллиардов на фоне перевыполнения плана по доходам бюджета. Андрей Захарченко. Комментарии в просмотров. 268 906. Фото. Александр Юмин. ТАСС. Материал комментируют. Дмитрий Александров. Никита Масленников. В конце июля Расстат с гордостью сообщил, что размер социальных выплат для российских пенсионеров увеличился на 6,2% и теперь составляет 14-168 рубль. В ведомстве также уточнили, что средний размер пенсии составил 30,5% от среднего размера заработной платы в России. Однако немногим ранее Владимир Путин поставил свою подпись под федеральным законом о внесении изменений в федеральный закон номер вопросительный знак 175 и в зафедеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, который скорректировал будущее государственные расходы в связи с тем, что доходы федеральной казны превысят изначальный план на 205,6 миллиарда рублей. Как сообщается в пояснительной записке к документу, план по сбору НДС повышен на 129,6 миллиарда рублей, по налогу на прибыль организации на 165,5 миллиарда рублей, а по штрафам в отношении юрлиц на 11,6%. Поэтому в 2020 году расходы на правоохранительную систему будут увеличены сразу на 18 миллиардов рублей. Но вот странность, одновременно расходы на социальное обеспечение беспрерывно беднеющих российских граждан уменьшатся еще на 20,1 миллиарда рублей, а расходы конкретно на выплаты пенсии уже до конца 2019 года родное государство сократит на 16,27 миллиарда рублей. Читайте также. Российские капиталы решили, отсюда пора валить. Только за первое полугодие 2019-го чистый отток капитала из страны вырос сразу в 1,6 раза. На этом фоне мнения экспертов американского издания. О будущем пенсионная реформа в России вызывает куда больше доверия, чем заявления наших чиновников о повышении пенсии на 1000 рублей хотя бы ежегодно, не говоря уже о ежемесячно, как обещалось в начале. Отмечая, что само по себе повышение возраста выхода на заслуженный отдых не решило ни одной из проблем пенсионной системы в России. Со ссылкой на финансового омбудсмена РФ Юрия Воронина сообщает, что повышение пенсионного возраста это только первый шаг в ряду грядущих изменений. И то, что предстоит сделать российскому правительству, неизбежно вызовет куда больше негатив со стороны населения. Тем более, что все никак не вырисовывающиеся из-за чиновничьих разногласий проект системы индивидуального пенсионного капитала, ИПК, облегчить судьбу пенсионеров также не поможет. Между тем число людей, получающих отказ в выплате пенсии из-за стажа, неуклонно растет. 170 тысяч случаев по итогам 2018 года против 125 тысяч случаев в 2017 году. СП поинтересовалась у экспертов. Чем чреваты для нынешних и будущих пенсионеров последние корректировки бюджетных расходов? И каких еще изменений следует ожидать измученным людям от нашего непостоянного и ветреного правительства? Рассуждая о предстоящем сокращении бюджетных трат на социальное обеспечение граждан, экономист Никита Масленников подчеркнул, что речь тут, скорее всего, идет исключительно о бухгалтерских особенностях отдельных финансовых операций. И ни в коем случае не означает, что бюджет, образно выражаясь, кинул Пенсионный фонд России, ПФР. Это может, например, означать, предположил эксперт, что озвученные денежные суммы по факту на деле были переданы в ПФР гораздо раньше. Поэтому надобность в них актуальными поправками снимается. Такие вещи происходят сплошь и рядом, это элементарные корректировки. Все обязательства на 2020 и 2021 год перед пенсионерами, полагаю, будут выполнены СП, то есть проблем здесь нет. Проблема есть. И заключается она в том, что трансферты из бюджетов ПФР не сокращаются, а увеличиваются. А это означает, что эффективность действующей пенсионной системы не меняется к лучшему. Кроме того, не стоит подпускать к изменениям в пенсионной системе наш социальный блок правительства, который блестяще загубил прежнюю накопительную пенсию. Из-за введения бальной системы у людей напрочь утрачена зависимость меду стажем, заработкам и размерам пенсии. А это приводит к усилению недоверия общества к государству. От этой системы надо уходить, но готовность к таким шагам у власти пока трудно распознаваема. К тому же, действительно, проблемы с отказом в начислении страховой пенсии из-за недостаточности стажа тоже присутствуют. Правда, связана она, в основном, с тем, что многие люди в 90-е годы прошлого столетия достаточно долго трудились в неформальной, серой сфере экономики. И теперь подтвердить тот трудовой стаж не представляется возможным в силу отсутствия соответствующих записей. Эта проблема с годами будет, полагаю, только обостряться. Ведь на социальную пенсию, которую начисляют, когда трудовой стаж не достигает 15 лет, можно только выжить. Но не прожить. Поэтому в более отдаленной перспективе, полагает экс-президент Национальной лиги управляющих, эксперт по работе с негосударственными пенсионными фондами, НПФ, Дмитрий Александров. Серьезные перетряски правил пенсионной игры с государством не просто возможны, а однозначно будут проведены. Дорожная карта для этого, предположил эксперт, в России составлена уже давно. Однако оперативно свернута по политическим соображениям, когда в ходе монетизации и год в середине нулевых годов недавно вступивший в должность президент России получил перекрытие возмущенными пенсионерами автомобильных трасс. Благо, что растущие цены на нефть позволили перевести эти начинания в режим ожидания. После этого, подчеркнул Дмитрий Александров, на государственном уровне возобладала следующая философия, коль скоро сейчас на пенсию выходят люди, отдавшие лучшие годы своей жизни на благо СССР и в силу определенных обстоятельств не имевшие возможности сохранить свои скудные сбережения, то им надо дать более-менее достойную пенсию СП, а остальным, получается, не надо. А следующему поколению, вступившему в сознательную жизнь в 90-х годах, государство вроде как обязано уже меньше. Потому что тогда появились частные предприятия, частная собственность. У населения возникла возможность что-то накопить. Поэтому и было в определенный момент времени принято решение повышать пенсионный возраст. Правительство вынуждено смягчать драконовскую пенсионную реформу, но намеченные в Минтруде РФ уступки пожилым работникам совершенно ничтожны. СП, что может быть сделано там? Средства фондов обязательного медицинского и социального страхования, скорее всего, могут быть перераспределены таким образом, чтобы они оказывались, так сказать, в одном котле. По вполне понятным причинам люди после 80-ти вопросительный знак 85-ти лет больше пользуются лекарствами и медицинскими сервисами, чем, скажем, путешествуют. Поэтому им гораздо нужнее не деньги, а помощь в оказании медицинских услуг. СП, есть сильное подозрение, что на этом все отнюдь не завершится. Могут пересмотреть и так называемую страновую вещь. То есть возможность получения пенсии гражданами из ближнего зарубежья в России и наоборот. Полагаю, это будет серьезно пересматриваться в сторону межгосударственных договоренностей, чтобы они не носили, как сейчас, практически одностороннего порядка, когда платит одна лишь Россия. Полагаю, в конечном итоге государству все же предстоит задуматься, а что же в его понимании представляет собой так называемая распределительная часть пенсии. Скорее всего, это будет решаться не сразу после ближайших президентских выборов, а, как минимум, через один президентский срок. Но, тем не менее, нам все-таки придется определяться, идем мы все же по американскому пути, выплачивая пенсионеру равно столько, чтобы тот не умер с голоду. Или по европейскому, когда подобная выплата становится одной из ступеней пенсионного обеспечения, за которым государство пристально присматривает и в случае необходимости подставляет свое плечо. Но в этих рамках придется решать еще довольно большое количество технических вопросов. Например, в каком объеме и на основании какого стажа выплачивают пенсии гражданам, проводящим время в местах, как у нас принято говорить, не столь отдаленных. И, конечно, в определенный момент времени государство неизбежно встанет перед необходимостью повышать возраст выхода на пенсию и нашим силовикам. Новости пенсионной системы. Грудинин. Пенсионных реформ было несколько, и все они провалились. Проблемы пенсионной системы. Крах пенсионной реформы. Если Кремль не признает ошибку, Россию ждет страшное.